Я, ты, он, она, вместе с целой страной, есть и нужная семья, что и мне сто тысяч, я! Ура! Молодцы! Спорт главное в жизни! День физкультурника сегодня объединил не только людей, чьей профессией стала физкультура, или спортсменов-профессионалов, защищающих честь страны на международных соревнованиях. Это общий праздник, подчеркивают организаторы, и, в принципе, повод объединить как малышей, так и взрослых, которые за здоровый образ жизни. А тем, кто еще не приобщился к спорту, сегодня рассказали и показали, что значит заниматься в спортивной секции. Буквально пять дней назад Международный Олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2020 года карате. Я думаю, что это огромный стимул для всех спортсменов, еще одна новая вершина, и очень надеемся, что именно это событие привлечет все больше детей к спорту. Екатерина Канева, начинающий тренер, норматив мастера спорта, выполнила в прошлом году, выступая на чемпионате России. Сегодня своим примером она мотивирует ребят, развивает их физически, а заодно и воспитывает в них упорство. Надя с Ксюшей уже занимаются спортом. Девочки выбрали спортивный туризм, но с удовольствием приняли участие и в сегодняшней оздоровительной игровой программе. Я считаю, что спорт это очень полезно для здоровья, для иммунитета. В общем, спортивный город это хорошо. Я планирую остаться в спорте и идти дальше, к новым высотам. Мы хотели с Надей заниматься спортом, укреплять мышцы. У нас в школе физкультуры, карате много участия. В целом статус всероссийского праздника День физкультурника приобрел в 80-м году, сразу после Олимпиады. А известен еще с 20-х годов, когда занятие спортом считалось делом каждого. Родившийся тогда знаменитый лозунг «В здоровом теле, здоровый дух» актуален и сегодня. Пропаганда здорового образа жизни – основная задача руководства курорта. Приоритетным направлением является и развитие спортшкол. К слову, в Сочи функционирует 763 спортивных сооружения, а в 24 муниципальных учреждениях физкультуры культивируется 74 вида спорта. Успешно в городе работает и уникальный физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. В результате спортом в Олимпийской столице занимается без малого 42% горожан.